Кадыров рассказал, как относится к извинениям на камеру. Если провинившийся совершил ошибку, принес извинения и смог признать, что он не прав, то это поступок настоящего и достойного человека, считает глава Чечни. «Я знаю, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют у людей извиняться на камеру», сказал Кадыров. «Здесь уже я не понимаю, о чем идет речь, но не так важно. Важно, что он признает признание в ошибках, которые произносятся на камеру». В Государственной Думе предложили выплачивать по 200 тысяч рублей девушкам, родившим до 25 лет. Это поможет повысить уровень рождаемости и снизить средний возраст матери при рождении первенца. Почти 40% россиянок отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий. Ну что, друзья, конечно, идея может быть хорошая. Вот сам факт поддержки матерей, конечно, хорошая идея. Но как оно дальше будет работать? Ведь это... Вы все понимаете, друзья, что принудительно заставлять рожать – это тоже не очень хороший процесс. Как и отговаривать. Раньше считалось, да, что если женщина делает аборт, она губит душу ребенка. Это такой был разговор обычно в народе, потому что так же не хотели, чтобы дети не рождались, чтобы женщины делали аборты. Но в последнее время это стало большой проблемой для российского государства, потому что в российском государстве на сегодня проблема с деторождаемостью. Именно поэтому государство пытается хоть что-то придумать. Пока не особенно креативные мысли в голове у чиновников, потому что если бы чиновники захотели, если бы они действительно были заинтересованы в том, чтобы женщины больше рожали, можно было бы придумать столько интересных вещей, которые захватили бы женщин, я имею в виду психологический, и, конечно, женщины бы пошли рожать детей. Однако же, друзья, однако же этого пока не происходит. Значит, те условия, которые они предлагают, даже эти 200 тысяч – это копейки. Это реально копейки. Они не предложили матери-одиночке по 5 миллионов рублей. Они предложили 200 тысяч. Извините, друзья, государство богатое. Очень богатое наше государство. Несмотря на то, несмотря на стоны, на стоны, которые доносятся из бюджетных всяких сфер, что нет денег, нет денег. На самом деле деньги есть у государства. А уже кому оно отчисляет, друзья, это другой разговор. Поэтому если бы государство захотело реально, то женщины бы предложить их по 5 миллионов. Побегут девчонки рожать. Вот еще интересный факт. Да. Казачий генерал Далуда объяснил свое увольнение нехваткой времени. Он был атаманом Всероссийского казачьего общества и одновременно депутатом Государственной Думы. А теперь решил сосредоточиться на разработке закона о российском казачестве. У меня просто физически не хватает времени во всероссийском казачьем обществе. Все налажено и выстроено. А вот если я не займусь проектом федерального закона, то трудно понять, кто им займется и когда он будет принят. Так рассказал Николай Далуда пост атамана. Он занимал с 4 ноября 2019 года. Думаю, конечно, немножечко не так все происходит. Скорее всего, ему предложили освободить пост в Государственной Думе. Потому что сейчас нужны будут востребованы новые депутаты. А вот такие депутаты ему сказали, ты занимаешь два поста. Поэтому ты уже как-то сообрази и освободись от одного. Нельзя сидеть на двух стульях, потому что зад один. Поэтому нельзя сидеть одним задом на двух стульях. Все понятно, все реально и правильно. Правильно ему предложили. И он решил освободиться от поста казачьего атамана. Здесь он сделал большую ошибку, потому что из депутатов его точно выгонят. Ему же не даром предложили. Освободиться от одного из постов. Потому что уже запрограммировали, запланировали его оттуда убрать из Государственной Думы. Так что он сам отказался от поста. А, соответственно, из депутатов его точно уберут. Следующие выборы и все. Вуаля. Вуаля. Атаманы теперь не нужны на самом деле. Владимир Путин заявил, что понимает потрясение от гибели людей на Украине. «Понимаю, что гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году не потрясает?» Это вопрос, задает Путин. А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе газа, сегодня не потрясает? Что еще заявил Путин на саммите G20? Он сказал, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Киев официально отказался вести переговоры. Еще что сказал Путин. Подрыв северных потоков – это вопиющий пример государственного терроризма. Какое государство было терроризировано? Кого можно обвинить в этом? Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку. Об этом тоже сказал президент. Стресс в мировой экономике связан не с РФ, а с действиями других стран. Вот такая ситуация. Не РФ является причиной стресса в мировой экономике. Не война в Украине, а другие действия других государств. Два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. 25 человек пострадало. ЧП произошло между станциями Бряндина и Тинск. В РЖД сообщили, что среди раненых есть один несовершеннолетний ребенок. Столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз. Всего в поезде было 396 человек. Из них 94 ребенка. Это очень много. Для поезда, для любого поезда, это очень много. Куда ехали дети? Я не знаю, но 94 ребенка. А если бы поезд пошел под откос? И здесь, видите, раненый только один несовершеннолетний. А все остальные, ну, надо надеяться, что все остальные не пострадали. О, есть такие случаи, друзья, о которых просто трудно даже думать, наверное. На самом деле, есть страшные случаи. Ангарский маньяк. Ангарского маньяка решили проверить на причастность еще к 50 убийствам. Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийство более 80 человек, получил еще 10 лет тюрьмы. Его признали виновным в расправе над тремя женщинами. Однако, как пишут в СМИ, маньяк мог совершить еще 50 преступлений на Дальнем Востоке. Сейчас это проверяют следователи. Если информация подтвердится, то число жертв Полякова превысит 130 человек. Друзья, это как-то нереально. Это реально нереально выглядит. Это не то, что за зеркалье или что-то еще, или бег за белым кроликом. Это что-то запредельно нереальное. Может быть, ему вешают чужие преступления, нераскрытые в области. Может быть такое? Вот я не могу понять, что на самом деле происходит в нашей стране. Но чтобы один человек совершил столько, это страшно. В 2024 год Путин объявил годом Семьи в России. Президент поручил правительству составить Оргкомитет и утвердить план мероприятий года Семьи к 27 декабря. К 27 декабря должно быть все готово. А 2024 год – год Семьи в России. 2024 год – год выборов в России. Все складывается как нельзя. Удачно. Вы видите положительные эмоции в год выборов в России. Ну а дальше делайте свои выводы, друзья, и понимайте, что, конечно, Путин при таких стечениях странных обстоятельств выиграет. Конечно, выиграет выборы. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан. 22 ноября 2023 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...